Спасибо, Дарья, очень интересно, я так увлеклась, прям записывала все. Спасибо огромное, очень интересная презентация. Коллеги, скажите, пожалуйста, меня слышно, видно? Поставите, пожалуйста, плюсики. Если слышно, видно. Спасибо. Так, тише микрофон. Сейчас попробуем. Так, лучше сделаю потише. Еще тише сделала. Ну, если слышно и видно, давайте начну свою презентацию. Меня зовут Илона Иванникова. Я очень надеюсь, с многими из вас я знакома или общалась по телефону, или на прошлой онлайн-конференции с вами встречалась. Я являюсь членом совета директоров Международной Федерации Коучинга. И, так, все еще фамит немного, шумы. Так. Так, если лучше, тогда продолжу. Да, уменьшила, Наташа, я громкость. Супер. Отлично. Спасибо большое. И я возглавляю комитет по членству Международной Федерации Коучинга. Ну, и также являюсь бизнес-коучем, управляющим партнером компании Alios Lab. Но сегодня я буду говорить именно о Международной Федерации Коучинга и буду говорить о членстве в нашей федерации. Для тех, кто еще не вступил в ICF, хочу несколько слов сказать об ICF в мире. Что это независимая и действительно, ну, наверное, одна из самых известных и признанных международных организаций, причем, хочу заметить, некоммерческих организаций в мире. И цель деятельности ICF – это сохранение надежности и качества коучинга. Вот, мне кажется, здесь, собственно говоря, основная суть деятельности организации – это именно в сохранении качества коучинга. А сейчас в мире более 24 тысяч членов ICF коучей, и ICF представлено в 117 странах, в том числе и в России. Да, это бренд. И если говорить о России, я вхожу в Совет директоров России, ICF Russia Chapter, и хочу сказать, что сейчас у нас команда очень таких энергичных и заинтересованных в развитии коучинга в России людей. Все мы волонтеры, члены ICF нас выбрали на определенный срок в Совет директоров. И сегодня я хочу сделать как раз акцент на том, что было сделано той командой Совета директоров, которая сейчас существует. Сначала хочу сказать, что в общем сейчас в России у нас более 200 человек являются, 200 коучи являются членами ICF. ICF в России уже более 11 лет. И что можно отметить за последние годы, это то, что очень активно развивается не только Москва, то есть активность коучей в рамках федерации не только в Москве, но и также в подразделениях, таких как Краснодар, Нижний Новгород, Ростов. И во многом я надеюсь, что это за счет таких онлайн-конференций, как проходит сегодня, так как все больше людей из других городов, не только из Москвы, могут участвовать в мероприятиях ICF. И хочу также сказать про ICF России. Такая вот свежая новость, которая привезена нашей коллегой Еленой Челокиди после встречи в ICF Global в США, что мы признаны ICF Global крупным подразделением. То есть у нас стало больше 200 человек, и мы теперь стали крупным подразделением, соответственно, у нас будет больше поддержки от ICF Global, у нас будет больше информации на русском языке. Вот это очень хорошая новость. И хочу несколько слов сказать о ценностях членства в ICF. Ну, есть такие общие, наверное, ценности, которые нам, как коучам, всем понятны. Это профессиональное признание. Есть, конечно, в ICF этический кодекс, компетенции коуча. Также все члены ICF во всем мире имеют право использовать, следуя определенным правилам, конечно, логотипы ICF на своем сайте, на визитных карточках. То есть мы с вами можем использовать бренд. То есть мы уже имеем за своими плечами члены ICF, такой вот всемирно известный бренд. То, о чем говорила Дарья, это тоже уникальность наша на рынке на российском. Также у нас на сайте ICF Россия, www.icf-russia.ru, он будет дальше в презентации, этот адрес, есть база коучей ICF Russia Chapter. И внести информацию о себе в эту базу коучей можно после того, как вы станете членом ICF. И я надеюсь, здесь много членов ICF сегодня участвуют в конференции, поэтому после продления своего членства в ICF делать уже ничего не надо, если вы уже есть сейчас в базе коучей, то есть вы в ней останетесь. Также ICF – это, наверное, единственная, я бы так сказала, признанная в мире профессиональная сертификация коучей. Я говорю про ACC, PCC и MCC. Это многие клиенты в России сейчас корпоративные спрашивают, сертифицирован ли коуч, и в основном спрашивают о сертификации именно Международной Федерации коучинга из-за ее профессионализма, длительной поддержки коучинга на международном рынке. Ну и также это информационная поддержка. Мы регулярно делаем рассылки для членов ICF с информацией о различных мероприятиях, где члены ICF могут получить скидки, с информацией от ICF Global. И также проводят ICF различные исследования, результатами которых мы с удовольствием делимся с членами ICF. И если говорить о профессиональной поддержке, как о ценности членства Международной Федерации коучинга, то это, безусловно, обмен опытом, обмен знаниями, обмен такой температуры на рынке. И это все делается на международных конференциях. При этом участие для членов ICF в международных конференциях, которые организованы ICF, оно со значительной скидкой. То есть практически, участвуя в международной конференции, вы окупаете вот этот вот ежегодный членский взнос. Это онлайн-конференция в России. Благодаря во многом Наташе, это уже вторая конференция, которая проводится. И, в общем, на этом мы не собираемся останавливаться. Это, безусловно, несколько дней обмена опытом, получение новой информации, знакомство с новыми людьми. И, в частности, это такая отличительная черта, я бы сказала, ICF, Russia, Чепта. Потому что регулярно такие онлайн-конференции проводятся только у нас. Да, мы так и так. Точно. Вот я скажу еще про участие в проектах других подразделений ICF. Наташа пишет про коучинговый лагерь в Латвии. И, соответственно, еще и международная неделя коучинга. Да, важное событие, которое ежегодно проводится, и где можно проводить свои выступления, также общаться с другими коучами и клиентами. Наталья, что такое коучинговый лагерь? И есть еще вопрос по статистике. Я их чуть-чуть попозже на них отвечу. Ладно, если можно, и тогда Наташе дам слово, чтобы она рассказала про коучинговый лагерь. Вот, если продолжать про членство, то здесь мы всячески стараемся, чтобы член ICF получали скидки и льготы, в частности, обучение на аккредитованных программах, на полных модулях или на отдельных модулях. Все провайдеры аккредитованных ICF-программ представляют скидки ICF. Обучение у всемирно известных коучей. Те, кто получает нашу рассылку, вы увидите, что когда приезжают к нам всемирно известные коучи, то члены ICF всегда получают скидку не менее 10% на участие в их мероприятиях. Ну и, в частности, ICF в России проводит бесплатные семинары для членов ICF, в том числе по сертификации в ICF и по другим темам. Ну и также я считаю, что большим членством является, собственно говоря, постоянная поддержка, когда есть люди, которым можно позвонить и задать вопрос по поводу членства, по поводу использования логотипа, по поводу участия в обучающих программах. И мы всячески поддерживаем членов ICF, как в Фейсбуке, на Ютьюбе, и по телефону, и по электронной почте. И опять же, я просто, когда начала собирать все ценности членств, захотелось написать очень-очень многое, потому что, действительно, за последние несколько лет члены сайта директоров очень старались и стараются, и готовят очень много мероприятий для членов ICF, поэтому хочется рассказать обо всем. Ну, в частности, вот в прошлом году началась подготовка ICF-глуба русскоговорящих ассессоров. Ассессоры — это те, кто оценивают экзамен при сертификации. Раньше это только было на английском и на других языках, но русского не было. Сейчас это будет возможно сделать на русском языке. Также, благодаря Елене Челакиде, которая переводит информацию, которую мы получаем от ICF-глуба, мы в своей рассылке включаем эту информацию на русском языке. Те, кто не знает английский, получают больше возможностей для того, чтобы быть в курсе международных событий в мире коучинга. Также в этом году мы разместили информацию о русскоязычных менторах на сайте ICF Russia Чепта, на нашем российском сайте www.icf-russia.ru. Менторы — это те, кто дают обратную связь в сессиях, те, которые дают обратную связь в тех сессиях, которые необходимо пройти с ментором для того, чтобы пройти сертификацию. И также это активная поддержка со стороны Ольги Рыбиной, которая отвечает за сертификацию в ICF Russia Чепта, всех русскоговорящих коучей, которые готовятся или проходят сертификацию. И вот Наташа скинула ссылку по поводу международной сертификации, где можно найти эту информацию. Причем там есть пошаговая, очень простая инструкция, что и как нужно делать, какие шаги. И указана контактная информация Ольги Рыбиной, которой можно позвонить, написать, она всегда ответит на ваши вопросы. И также хочу еще отметить активное продвижение коучинга по стандартам ICF на выставке HR and Training Expo, которая проводится ежегодно в октябре. И там каждый год мы стараемся как-то что-то новое сделать, даем возможность коучингу ICF находить клиентов путем проведения коучинговых сессий, таких бесплатных. И также проводим различные мероприятия на стенде, отвечаем на вопросы, что такое коучинг по стандартам ICF, что такое коучинг вообще. И это тоже такое мероприятие, которое проходит ежегодно, и которое помогает коучинам ICF продвигать свой бренд. Так, давайте я вернусь тогда вот к вопросам. Ирина начала отвечать по статистике, да. Значит, как часто запрашивают... Сейчас я вопрос прочитаю. Поделитесь статистикой, как часто запрашивают информацию о коучах, кто запрашивает корпоративные частные лица. Вот Ирина ответила на этот вопрос очень часто. Крупные компании при участии в тендерах запрашивают членство, в какой профессиональной организации стоит коуч, особенно иностранные. Да, это действительно так. Сейчас, ну, не только я бы сказала, то, с чем я сталкиваюсь, что не только иностранные компании, но и крупные российские компании запрашивают информацию о членстве ICF. Более того, о членстве в ICF запрашивают информацию о менторах, кто был ментором при проведении менторских сессий. И также запрашивают информацию, является ли коуч сертифицированным ICF или нет. Поэтому сейчас это информация, которую практически в каждом тендере нужно указывать. Да, и количество часов супервизии запрашивают, количество часов сессий коучинга проведенных. То есть клиенты сейчас очень много информации запрашивают именно с точки зрения принадлежности коуча к международной организации, разделяет ли человек стандарты коучинга ICF, и также является ли он сертифицированным коучингом. Давайте пойдем дальше. И опять же продолжу по поводу ценности членства. И хочу сказать, что члены ICF могут заявить о себе, возвращаясь к презентации Дарьи о создании своего собственного бренда и о присутствии бренда в интернете, это был шестой шаг, члены ICF могут заявить о себе через публикацию статей на ресурсах ICF. Сейчас у нас объявлен конкурс на лучшую статью. Соответственно, можно развивать свой бренд написанием статей. Также сейчас Совет директоров работает над созданием партнерской сети с целью представления членам ICF дополнительных скидок, то есть не только обучающие программы, но и, возможно, другие провайдеры, которые будут представлять скидки членам ICF. Также мы стараемся представлять как можно больше возможностей членам ICF для того, чтобы выступать на мероприятиях, которые организует ICF Russia Chapter, в том числе вот эта онлайн-конференция. И поделиться информацией о себе и также рассказать о тенденциях на рынке именно в онлайн-формате. 36 выступлений. Да, и был вопрос по поводу количества обращений в месяц от частных лиц и от корпораций. Ну, да, здесь статистики у нас, к сожалению, мы не ведем такую статистику, поэтому такой информации нет. И последний, но завершающий, так сказать, пункт по поводу ценности членства ICF это то, что сейчас мы стараемся работать с потенциальными корпоративными клиентами, в частности, будет организован конкурс среди HR-ов для того, чтобы победители конкурса смогут пройти обучение коучингу по стандартам ICF. И вот это такой первый, наверное, шажок в корпоративный мир для того, чтобы коучинг по стандартам ICF и коучи, которые являются членами ICF и сертифицируются в ICF, были более востребованными на рынке. Вот это, ну, наверное, все, что я хотела сказать по поводу ценностей членства в ICF. Если у вас есть вопросы, то пишите, я тогда буду на них отвечать по ходу презентации, потому что я хочу перейти к... Нет, забыла сказать одну вещь. Опять же, возвращаясь к людям и возвращаясь к регионам, я хочу подчеркнуть, что за последнее время, за последний год ICF очень развивается в регионах и вот опять же, благодаря поддержке, например, Наташи Гульчевской, потому что Наташа проводит ежемесячные встречи в регионах, что, я уверена, помогает коучингу в других городах быть в курсе того, что происходит в ICF. И также это наши консультации, поддержка при вступлении в ICF и при прохождении процесса сертификации, при использовании логотипа. Здесь вот есть на слайде ссылка на сайт ICF Russia Chapter, в котором, на ту страничку, где указаны все члены Совета директоров, и вы можете любому из нас позвонить, написать, и мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы, сориентировать по ценностям членства, по тем мероприятиям, которые мы проводим. Ну, элементарно, когда вы будете вступать в ICF, то вы можете звонить мне, писать мне, и я прям вместе с вами, если вы не знаете английского языка, пройду весь путь вот на сайте ICF Global по вступлению в ICF. И хочу сказать, что те, кто собирается вступать в ICF, есть определенные требования к членству в ICF, и я хочу их озвучить, потому что, на самом деле, они не такие страшные, как, например, иногда я слышу от людей, которые мне звонят и задают вопросы по поводу членства. Ну, членами ICF могут быть действующие ACC, PCC, MCC, то есть это сертифицированные коучи ICF, но членами ICF могут быть любые участники аккредитованных ICF программ. Здесь единственный критерий, что вы должны пройти не менее 60 часов обучения. Но также, да, 60 часов обучения могут быть онлайн, если это онлайн-курс. И более того, я хочу вот прям подчеркнуть, что членами ICF могут быть не только участники аккредитованных ICF программ, но и также участники других обучающих программ, обучающих коучингу, естественно, программ, опять же, если вы прошли не менее 60 часов очного либо онлайн-обучения коучингу, в зависимости от программы. Под другими программами подразумеваются программы обучения коучинга, которые позиционируются на рынке именно как программы, качественно обучающие коучингу. И если на этих программах идет обучение в соответствии с ключевыми компетенциями ICF, то есть ключевые компетенции ICF есть у нас на сайте, их можно посмотреть. Если у вас возникают вопросы, попадает ли ваша программа под этот критерий или нет, опять же, не стесняйтесь, пишите, звоните, и я постараюсь ответить на ваши запросы. Если сама не смогу, то напишу запрос в ICF Global. Поэтому не так страшный черт, как он кажется. То есть участниками, членами ICF могут быть коучи, которые прошли обучение более 60 часов по программам обучения коучингу. И хочу сказать, прям занять несколько минут, 3 минуты, что у нас есть на сайте сейчас подробная инструкция на русском языке. Я надеюсь, что здесь много людей, кто уже является членом ICF и кто собирается продлевать членство. Членство в ICF годовое с 1 апреля, вот 31 марта 2015 года у действующих членов ICF членство заканчивается. Его нужно будет продлить. И следующий период это будет 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года. Это год. И мы сделали на сайте подробную инструкцию на русском языке для того, чтобы упростить вам жизнь, для того, чтобы вы могли меньше времени потратить на то, чтобы продлить членство. И я прям несколько слов озвучу, как это делается. Нужно зайти на сайт ICF Global, coachfederation.org. Наташа, не могла бы тоже кинуть ссылку, именно вот на, я не включила в презентацию ссылку на глобальный сайт. Там есть такая колонка, которая называется Members, и вы входите в поле, которое называется Renew Membership. И дальше у нас на сайте ICF Россия есть подробная инструкция, что нужно делать дальше. Прямо вот эти галочки, которые есть на презентации, они есть в инструкции, которая размещена на нашем сайте. Следующий шаг нужно нажать на кнопочку Renew Online. И дальше вы подтверждаете, что вы являетесь либо сертифицированным членом ICF на данный момент, либо вы подтверждаете, что вы прошли не менее 60 часов обучения. Вот здесь все это подписано, можно посмотреть, куда, на какой из пунктиков четырех слева кликнуть. Следующий шаг тоже очень простой. Вы либо выбираете цена членства для новичков 245 долларов. Это стоимость членства в год. Она есть на сайте, на нашем ICF Russia в поле «Стать членом». Вот если интересно, напишите мне, я скину потом ссылку. То есть следующий шаг тоже простой. Вы выбираете либо ту программу, на которой вы обучались, либо обучаетесь. Если вашей программы в списке нет, то вы просто вписываете ее в отдельное такое поле, которое тоже помечено. И следующий шаг – это то, что вы принимаете этический кодекс. И дальше идет один шаг, где вы будете указывать информацию о себе. То есть язык, на котором вы преимущественно ведете сессии коучинга, выбираете количество лет коучинговой практики и также указываете один из двух пунктов, обучались ли вы на аккредитованной ICF-программе, либо на неаккредитованной ICF-программе. И указываете, сколько часов обучения коучингу вы к настоящему моменту прошли. Четырехмодульная программа. Если там есть 60 часов, то ее достаточно. То есть критерий 60 часов. И, собственно говоря, последний сайт – это сайт оплаты. Стоимость членства для всех одинаковая. Это сайт оплаты, где вы онлайн оплачиваете членство банковской карточкой. И здесь хочу обратить внимание, есть такой вот пунктик, где помимо членства вы можете еще также благотворительный ценоз заплатить, но он не обязательно. То есть вы просто тогда этот нолик здесь не меняете, идете дальше. И следующие шаги – это, собственно говоря, оплата. И потом обязательно нужно зайти на сайт ICF Russia Chepta, для того, чтобы зарегистрироваться в списке коучей ICF Russia Chepta. И также после того, как вы вступите в члены ICF, Ericsson 4-модульные достаточно. И вы можете сразу скачать сертификат. Эта инструкция также есть, вот по той же ссылке, которую Наташа скинула. То есть вы уже входите под своим логином и паролем, и дальше, вот там, где галочка, кликаете на «Request Membership Certificate», и он сразу же загружается на ваш компьютер. Вот так вот здесь появляется внизу поле «Открыть», «Сохранить как». И открывая или сохраняя, вы получаете вот такой вот замечательный сертификат члена ICF. То есть вся процедура продления членства занимает не более 15 минут. Когда вы будете продлять членство, пожалуйста, опять же говорю, не стесняйтесь, звоните, чтобы я могла вам помочь. И также у нас на сайте ICF Russia есть инструкция, ссылка, как стать вновь членом ICF. Там, к сожалению, не все переведено еще на русский язык, но здесь прям вот смело звоните или пишите. Если я буду занята, то я вам обязательно перезвоню и помогу пройти все шаги по вступлению в ICF. И вот на последнем слайде моя контактная информация. Если у вас возникнут вопросы, я надеюсь, что у вас возникнут вопросы и останутся вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь и звоните, и звоните, и пишите также вот тогда, когда вы будете продлевать членство либо вступать в ICF. У меня все, я вижу, что появился уже следующий спикер. Если есть вопросы, то напишите, прям буквально у нас есть две минуты для того, чтобы на них ответить. Да, спасибо, Ирина, что напомнили про Facebook. Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook ICF Russia. И действительно, если у вас, вы прошли три модуля и уже набрали 60 часов, то не обязательно ждать окончания тех четырех модулей. Вы можете стать членом ICF уже вот, когда вы обучились 60 часов, уже можно становиться членом ICF и присоединяться к нашей замечательной международной команде. Да, и подключайтесь к нам на Facebook в друзья. Все члены сайта директоров есть у нас на сайте. И, в общем, буду, я лично буду рада очень видеть вас в своих друзьях. Пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте вопросы. Спасибо большое. Если нет вопросов, нет вопросов, я тогда передаю слово следующему спикеру. Спасибо большое. Всем хорошего дня и до свидания.